На дворе середина марта назначат самое время провожать зиму и зазывать весну, чем и займутся челнинцы, которые будут праздновать Масленицу в ближайшую субботу. Она, кстати, выдалась богатой на события. О некоторых самых интересных и важных на взгляд нашей редакции расскажем в следующем обзоре. Начнем его с одного из самых важных спортивных событий. В город возвращается большой футбол. После долгого перерыва, длиной почти полтора года, КамАЗ будет играть на родном поле. На обновленном стадионе он примет хабаровскую «Скай-энергию». Начало субботнего матча в 13 часов, а вход бесплатный. Задача у нас одна – это набирать очки. Ее могут говорить руководители клуба, могут не говорить. Это мы сами перед собой. Каждый футболист хочет показать хорошую игру и все-таки выправить ситуацию. И все-таки оно вертится. Завтра в городе произойдет еще одно долгожданное событие. В 10 часов в парке Победы заработает самое большое в закамье колесо обозрения. Сверкающая красота 48-метрового гиганта вот уже два вечера притягивает взгляды челнинцев. Сдача объекта переносилась несколько раз. Но в эту субботу колесо, наконец, запустят. Правда, пока без торжественных церемоний. Их наметили на апрель. Известно, что взрослый билет будет стоить 150 рублей, детский – на 50 рублей меньше. Открывайте ворота! Масленица пришла! Танцы, народные игры и молодецкие забавы ждут всех, кто придет завтра на площадь Азатлык или в парк культуры и отдыха на ГЭСе. В 11 часов там будут отмечать Масленицу. Посетителей ждут блины с пылу жару и традиционный обряд прощания с зимой. Сжигание чучела намечено на 12.30. Гали, гали, ясно! Чтобы не погасло! А за час до этого на главной площади города свою развлекательную программу представит Радио Энеджи. Его ведущие выберут добра молодца и красную девицу, а также разыграют призы. К слову, по народным приметам, если весело и задорно отпразднуешь Масленицу, то и весь год будет благополучным и сытым. Виктория Ильина, Любовь Кочеткова, РЕН-ТВ, Набережная Челны.